Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минэкономразвитие считает, что инфляция в России в 2015 году составит 12,2%. Разумеется, если не произойдет никаких потрясений. В Центробанке уверены, что динамика последних недель показывает быструю стабилизацию инфляции. В Минфине считают, что дела идут даже лучше, и инфляция может составить 11-12%. По данным Росстата, на 16 марта в годовом выражении инфляция оставалась на уровне конца февраля 16,7%. Согласно официальному прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам года составит 12-14%. Подрались бы они там что ли из-за цифр? Все развлечение. В феврале Объединенное кредитное бюро зафиксировало рекордную долю кредитных заявок с подозрением на мошенничество. Показатель достиг 2,74%, увеличившись по сравнению с февралем 2014 года почти в три раза. Резкий рост мошенничества происходит в том числе за счет активизации индивидуальных мошенников, которые наиболее активны в сегменте беззалогового кредитования. Это граждане, которые оформляют кредиты на себя, предоставляя заведомо недостоверные сведения о своем доходе или работодателе, а также поддельные справки о налоге на доходы физических лиц и трудовые книжки. В Испании все меньше российских туристов. За первые два месяца нынешнего года падение составило более 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в январе-феврале Испанию посетило чуть более 80 тысяч россиян, из них 34 тысяч в феврале. На сегодняшний день россияне составляют лишь 1% от всего туристического потока в Испанию. Правда, это не мешает стране наращивать количество туристов. Результат аналогичного периода прошлого года улучшен на 5%. Правда, выгоду пока никто не считал, а это уже совсем другое дело. Российский фондовый рынок открылся во вторник снижением котировок. Индекс ММВБ опустился до отметки 1599 пунктов. Лидеры падения – акции Распадской, Новотека, Яндекса, Московской биржи, Росгидро и АФК-система. Среди лидеров роста – бумаги «Полюс золота», ОГК-2, ЛСР, КАМАЗ, Россетив и Преф и Мичелла. Российский рынок на старте торгов следует за ценами на нефть. На западных площадках умеренно негативное настроение. В понедельник европейские и американские площадки закрылись разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P растет. Курс доллара на 24 марта – 59,44 рубля, курс евро – 64,14 рубля, золото стоит 2257 рубля за грамм, серебро стоит 30,90 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 55 долларов 52 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!